Здравствуйте! В эфире программа «Молния» в студии Ольга Илларионова. В энергетике Украины введен режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать месяц. Об этом сообщил глава Минэнергона в неочередном заседании Кабинета министров Украины. Это решение связано с блокадой поставок угля из Донбасса. Премьер-министр Владимир Гройсман призвал активистов прекратить блокаду. Напомню, Украина оказалась на грани чрезвычайного положения в энергетике в связи с нехваткой угля, который используется на украинских энергогенерирующих станциях. Ситуация возникла после того, как радикалы блокировали грузовые железнодорожные сообщения. Они поступали из Донецкой и Луганской областей. Конгресс США может запретить Дональду Трампу снимать или ослаблять санкции против России. Соответствующий законопроект уже внесен в Сенат и Палату представителей. Конгрессмены всерьез опасаются, что Трамп готовится к отмене введенных при прошлой администрации ограничений и придумали способ, как не допустить этого. Авторами инициативы стала группа республиканцев и демократов, в числе которых Джон Маккейн. Для любой отмены или ослабления санкций требуется период пересмотра длительностью в 120 дней. Чтобы смягчить или отменить санкционный режим, Дональду Трампу придется доказывать Конгрессу, что правительство России прекратило действия на Украине, а также кибератаки против американцев. Выполнение венских соглашений о сокращении добычи нефти проверят 22 февраля и 27 марта. Технический комитет на уровне экспертов из стран-участник договора соберется в столице Австрии. В него входят представители четырех государств ОПЕК – Саудовская Аравия, Венесуэла, Кувейт и Алжир и двух независимых нефтяных держав – Россия и Оман. Будет проведен мониторинг исполнения соглашения о сокращении добычи. А 27 марта с той же целью пройдет встреча нефтедобывающих стран на уровне профильных министров. На ней можно будет подвести итоги реализации договора в первом квартале 2017 года. Венские соглашения 30 ноября предусматривают снижение добычи нефти во всей ОПЕК на 1,2 млн баррелей в сутки. Мосгордума одобрила законопроект, который серьезно ограничивает рынок вейпов. Это электронные испарители и специальные жидкости для них. Документ запрещает их курение в общественных местах и продажу устройств лицам до 18 лет. Проект закона отправлен в Госдуму. Кроме того, законопроектом ограничивается реклама вейпов и устанавливаются критерии, по которым можно будет классифицировать данное устройство. Напомню, в прошлом году в Мосгордуме приняли резолюцию о запрете курения вейпов в общественных местах. Роспотребнадзор призвал приравнять вейпы и кальяны к обычным сигаретам. Лидер ЛДПР выступил на открытии фотовыставки ветерана неизвестных воин. Владимир Жириновский высоко оценил вклад российских воинов-интернационалистов, которые исполняли свой боевой долг за пределами Отечества. Председатель ЛДПР также отметил, подвиги русских солдат и офицеров спасли мир от огромных разрушительных воин. Фотовыставка ветерана неизвестных воин организована Комитетом Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Торжественную церемонию открытия провел председатель комитета, депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов. А накануне в пресс-подходе Владимир Жириновский говорил о выборах, их фальсификации и молодом поколении руководителей. Подробнее в сюжете. Для усиления явки на выборы, сейчас 10 сентября, через год выборы президента, мы предлагаем отменить день тишины и даже день выборов. То есть агитация идет круглые сутки по всей стране без всяких ограничений. Развешиваются все агитационные материалы по всей стране без всяких ограничений. Финансирование любое, из любых источников, никаких ограничений. И в день выборов устраивать больше концерты, соревнования спортивные, конкурсы. Значит, это привлечет людей, чтобы это был праздник. А главное, агитации в субботу мы напомним, что выборы в воскресенье. Да и с утра агитация в воскресенье напомнит всем, что надо идти на выборы. А то тишина, ничего нет, все молчат. Вот таким образом мы можем увеличить явку. Она выгодна всем. Нам приятно, когда приходят 70% на выборы, а не 40%. И придут те, кто смогут голосовать из-за ЛДПР. Ленятся. А так они тоже дадут больше голосов. Белый дом, наконец, начал тоже обращать внимание на фальсификацию выборов. Почему нам как-то вот симпатичен Трамп? Потому что то же самое мы делаем 25 лет. 25 лет мы боремся против фальсификации выборов. И Трамп, единственный президент, тоже этим занялся. И тоже фальсификация против него. Миллионы голосов у него отобрали, подбросили Хиллари Клинтон. Так и ЛДПР 30 лет. Миллионы голосов у нас забрали. У нас фракция должна быть в два раза больше в каждом созыве. Но вместо нас сажают вот такие, как «Скроведливая Россия» или добавляют «Единой России». Ну, замена губернаторов мы приветствуем. Молодые технократы, образованные, современные, инициативные. Это нужно продолжить. Вот есть такой Савченко, Белгородская область. 24 года уже правит. И хочет еще идти на седьмой строк. И что-то не замечают журналисты. Жириновский, значит, снова представитель партии, все заметили. А почему? Мы ничем не управляем. Мы оппозиция. Мы представляем интересы наших избирателей. Это им решать, кому быть во главе партии, и сколько нам дать голосов. А вот такие сидят по 25 лет. Такого нигде в мире нет. Седьмой срок пойдет он. Такой же Королев, Липецкая область, Меркушкин, Самара, Тулеев, Кузбасс. Все, кто старше 60 лет, отправить на пенсию. И подобрать молодых, подобрать современных, чтобы дать динамику в развитии страны. У Савченко неплохие успехи в плане сельского хозяйства. А демократия? Ничего оппозиция сказать не может. Полностью все забито. Один король местный. Актуальные новости обсудим с нашим гостем, финансовым консультантом, активистом ЛДПР, Милконом Кудеяном. Милкон, здравствуйте. Добрый день. Я вас приветствую в студии. Как вы прокомментируете новость о том, что Дональд Трамп должен теперь отчитываться в случае послабления санкций в отношении России? Все-таки это пока законопроект, и пока об этом говорить рано, но в Конгрессе многие республиканцы и демократы пытаются сделать все возможное для того, чтобы препятствовать нормализации отношений Дональда Трампа с Российской Федерацией. То есть на прошлой неделе были подобные сообщения. Они вводят новые законопроекты, пытаются все сделать для того, чтобы как-то ухудшить. Но я думаю, у них не получится. Народ все видит. И поэтому в ближайшее время, в ближайшее будущее, я думаю, нормализация отношений все-таки произойдет. Если они вводят подобные законопроекты, значит действительно в Белом доме США есть разговоры, попытки сделать все возможное, чтобы нормализовать отношения. Но я не считаю то, что Трампа очень сильно волнует украинский вопрос или многие другие. В основном для Трампа главная угроза это Иран, потому что у ней разрабатывается новая ядерная программа. То есть они делают все возможное для того, чтобы препятствовать развитию ядерной программы в Иране. Вот совсем недавно они снова ввели ограничение санкций против первых лиц государства. А вторая сторона это Китай. То есть Трамп еще до того, как был кандидатом президентом, но во время своей предвыборной гонки говорил, что сегодня китайская экономика очень сильно набирает обороты. И местами она уже начинает обгонять США. Это никому не нравится. В свое время Соединенные Штаты много своих заводов технологических переместило в Китай, потому что там более дешевая рабочая сила и более выгодно было производить. Но прошло какое-то время, да, и мы сегодня можем наблюдать такую тенденцию, что Китай действительно бурно развивается. И сегодня уже в Китае далеко не скажут, что там дешевая рабочая сила. И совсем недавно были разговоры, ну, я думаю, это уже начинается, то, что завод Apple, то есть всю технику, которую собирают в Китае, он, возможно, переедет в Индию. То есть Индия дальнейшая страна, которая будет бурно развиваться. Многие экономисты об этом говорят, в том числе и из Уолл-стрит, и экономисты-аналитики из Блумберг. Но что касается санкций, во вторник президент США Дональд Трамп дал ясно понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины. Вот как вы это прокомментируете? Ну, все-таки, я думаю, можно ожидать от Трампа таких заявлений, потому что он не может напрямую все время высказываться против Конгресса и Сената. Он должен что-то так говорить, чтобы как бы смягчить и нормализовать с ними отношения. Он уже после того, как вступил в свою должность, уже сделал несколько резонансных законопроектов. В частности, он объявил то, что он будет строить бетонный забор, стену с Мексикой. И поэтому он отменил соглашение о Тихоокеанском сотрудничестве. Он вышел из данного соглашения. Он ввел санкции против граждан из исламских республик. Он говорит, что, возможно, эти страны несут большую угрозу для США в плане терактов. И поэтому, если он так будет продолжать резкие такие движения делать, это может вызвать недовольство. Мы можем наблюдать, какие на прошлой неделе были пикеты, акции по всему. В Калифорнии были, в Нью-Йорке были, женщины там выходили. Пикетировали. Многие говорили, что если Трамп будет так продолжать, он может и больше года на своей должности президента не продержаться. Поэтому он вынужден что-то говорить, но рано или поздно, пока рано говорить, он будет исполнять то, что он сейчас говорит по поводу Крыма. Потому что многие говорят, что якобы у него есть договоренность, он хочет договориться. Он закроет глаза на Крым, а Россия должна закрыть глаза на Китай. Но мы видим в последнее время такую ситуацию, что Россия с Китаем очень тесно начинает сотрудничать. И у нас очень много инвестиционных проектов. И Китай много, у них очень много венчурных фондов. И благодаря этим инвестиционным фондам они инвестируют в нашу российскую экономику. В том числе вот совсем недавно на московской бирже на первичное размещение вышла детский мир магазин. Мы все его знаем, да, это на Лубянке находится крупнейший магазин. 70% акций принадлежит российскому фонду АФК-системы, 20% принадлежит китайцам. То есть они вложили свои денежные средства на покупку акций детского мира. То есть у нас улучшаются. Но я не думаю, что мы в ближайшее время откажемся как-то сотрудничать с Китаем. Надо найти такую золотую середину. И вот в Мюнхене пройдут завтра переговоры Сергея Лаврова и Рекса Тилерсона по поводу как раз-таки нового законопроекта. Да. Рекса Тилерсона, новый глава Госдепартамента, то есть это министр иностранных дел. И удивительно то, что за всю историю США это первая администрация в Белом доме, которая не состоит из чиновников или каких-либо сенаторов бывших. Это все бизнесмены. Рекс Тилерсон, он бизнесмен. Он бывший глава Эксил Нобил, нефтяной компании. Милкон, мы продолжим с вами беседу после короткой рекламы. А мы продолжаем прямой эфир. Милкон, мы остановились с вами на завтрашней встрече о переговорах Сергея Лаврова и Рекса Тилерсона. Да, Рекс Тилерсон очень узнаваемый у нас человек в России. Потому что до того, как он стал главой министерственной стороны дел США, он очень часто бывал в Российской Федерации. Он очень близко знаком с нашим президентом Владимиром Путином, также с премьер-министром. Потому что Эксил Нобил очень сильно представлен в Российской Федерации. У них есть свои нефтедобывающие вышки. То есть они тоже работают на территории Российской Федерации. Совсем недавно он получил орден дружбы, если я не ошибаюсь, из рук Владимира Путина. И поэтому он бизнесмен. Он очень хорошо знает Российскую Федерацию. И поэтому он будет все делать возможно для того, чтобы у нас нормализовались отношения. То есть можно сказать, он пророссийский человек. Это очень хорошо для нашей страны. Как думаете, каким соглашением придут завтра? Ну, я ожидаю, что будут достигнуты хорошие договоренности. Все-таки тут предсказывать несложно. Потому что он очень близкий человек, в том числе и для Лаврова. В основном пойдут договоренности это по поводу Украины. Ну, мы видим, что это основная тоже тема пока что в Соединенных Штатах. Это нормализация отношений в Донбассе. То есть совсем опять недавно начались обстрелы. Опять АБСЕ ничего не видят, они ничего не замечают. И поэтому это будет, я думаю, основная тема. И могут обсудить, конечно же, договоренности по сокращению добычи нефти. Поэтому это очень интересно. Вот что касается сокращения добычи нефти, какие плюсы от этого? Ну, мы совсем недавно были достигнуты договоренности. В том числе Российская Федерация являлась инициатором этих договоренностей со странами ОПЕК о сокращении добычи нефти. Это вызвано тем, что мы с 2014 года наблюдаем, что цены на нефть упали в 4 раза. И экономика Российской Федерации, будем говорить честно, она очень сильно пострадала. Потому что все-таки пока что основная часть нашей экономики это сырьевая. Многие страны уже сокращают, в том числе и Российская Федерация начала сокращать добычу своей нефти. Саудовская Аравия уже превысила добычу, то есть она перевыполняет план. Но многие республики, которые не участвуют в картре, в договоренностях, все равно сокращают. Есть какие-то договоренности с Азербайджаном, тоже нефтяная республика, она сокращает. Есть страны, которые не сокращают, не присоединены с этим договоренностями. То есть в США. Мы знаем, что в США бурно развивается сланцевая добыча нефти. И поэтому до того, когда цены упали в нефти ниже 60 долларов за баррель, нефтяные вышки сланцевые были заморожены. Сейчас 55-57 колеблется баррель нефти. И это дает возможность американским производителям сланцевой нефти снова восстанавливать, размораживать свои вышки. То есть я ожидаю то, что в этом году не побьем все-таки 60 долларов за баррель. Баррель будет колеблется 55-59. Вот так. Но в целом вчера торги на московской бирже закрылись. Апрельские фьючерсы чуть-чуть подросли. Это связано с тем, что Соединенные Штаты буквально вчера на 1% добыли меньше нефти. Об этом говорит Министерство энергетики США. То есть они каждую неделю ведут аудит, отчет и каждую неделю отчитываются. Так что, я думаю, 60 не пробьет в этом году баррель нефти. А кто контролирует страны ОПЕК? Кто проводит мониторинг? Есть рабочая группа, они собираются раз в месяц и наблюдают за договоренностями, кто как сокращает, кто перевыполняет. Они производят корректировку. Но есть страны, Иран, например. Против них введены санкции. Но они все равно начали добывать больше нефти. Это тоже сказывается на рынке нефти. И тем самым получается опять переизбыток добычи нефти. И это получается то, что спрос растет, но и предложение растет. И поэтому цена начинает падать. Ливия, она тоже не сокращает добычу нефти. Но это очень плохо. Я думаю, им бы стоило подключиться к договоренностям ОПЕК. И все заинтересованы в том, чтобы цена на нефть росла. Все-таки в бюджете нашей страны заложена цена за нефть 40 долларов за баррель. Но уже 55-56 мы видим, что в этом году Министерство экономического развития прогнозирует, что ВВП Российской Федерации поднимется благодаря этому на 2%. А страны, у которых бюджеты полностью зависят от добычи нефти, как им быть? В основном это страны арабские. Если сравнить с нашей Российской Федерацией, то есть добычи у нас совсем разные. Потому что у нас производить добычу нефти гораздо сложнее. В основном у нас вышки в Сибири. И они на очень глубоких залежах. В то время как в арабских странах стоит капнуть уже 10 метров, то уже нефть начинает как-то появляться. Она может уже из-под земли. И для них они могут и до 15 долларов за баррель. Для них это тоже нормальная цена. Они могут выжить. А для Российской Федерации это неприемлемо. Для нас это 35 уже максимум. Но в бюджет все-таки у нас заложен 40. Если будет ниже 40, спустится. Но я думаю, не будет этого. От этого тоже как-то наша Российская Федерация экономика может пострадать. А для России какое сокращение добычи нефти считается приемлемым? Сегодня было сказано, что на 300 тысяч баррелей в сутки. Для России вообще чем больше, тем лучше. Чем больше будет сокращаться, тем меньше будет предложение на рынке. Тем самым больше будет спрос. Тем самым будет расти цена на нефть. И поэтому чем больше будет цена на нефть, тем больше будет поступать денег в наш российский бюджет. И это будет сказываться в том числе и на нас. Потому что где-то у нас в экономике все-таки до сих пор в ВВП есть маленький профицит. То есть может и не хватить. Тем самым можно компенсировать вот эту нехватку. И я думаю, экономика будет уже развиваться потихоньку. Ваш прогноз на курс рубля в ближайшую неделю? Если говорить на эту неделю, то вчера и позавчера в Конгрессе США отчитывалась глава ФРС перед конгрессменами и сенаторами. И она заявила о том, что в ближайшие месяцы, это март-апрель, можно наблюдать то, что ФРС повысит ключевую ставку. На 0,25 пунктов и получится, что в США ключевая ставка будет 1%. И тем самым это будет плохо сказываться на рубль. То есть это ударит как-то по рублю. Мы сейчас наблюдаем то, что рубль укрепляется по отношению к доллару, если возьмем валютную пару рубль-доллар. В целом для нас, как для граждан, это хорошо, то что рубль укрепляется и цена на доллар начинает падать. Но для экономики это чуть-чуть плохо, потому что все-таки наша страна сырьевая и нам выгодно. Чем будет дороже доллар, тем больше, тем по этой дорогой цене мы можем продавать нефть за рубеж, то есть за границей. И поэтому сейчас Минфин приступил к закупке валюты. То есть в марте и в апреле можно будет ожидать то, что на 2-3 рубля доллар вырастет по отношению к рублю. То есть за рубль в марте и в апреле можно будет, я думаю, будет 63-64, вот такая, ну, поднимется цена до 63-64 рублей за доллар. Что касается Украины, там введен режим чрезвычайной ситуации из-за блокировки угля, поставок угля. Как будут разрешать эту ситуацию? Ну, это началось с того момента, когда Крым присоединился к Российской Федерации и начался конфликт в Донбассе. Потому что в основном в то время, когда еще Донбасс и Крым были в составе Украины, большая часть угля доставлялась в Украину из Донбасса. Потому что это был единственный регион в Украине, где основная часть угля была. После того, как начали ухудшаться, началась война, сократились добычи. И мы помним, что в том году украинское правительство закупало уголь в Африке, в африканских республиках. То это было нецелесообразно, и многие на этом, чиновники, кстати, в правительстве на этом заработали. Многие жаловались, но в этом году они не повторяют данную ошибку. И они рассчитывали, что они будут закупать все-таки основную часть угля на территории Донбасса. Но мы видим, что есть какие-то радикальные организации, активисты, которые делают все возможное, чтобы остановить отношения Украины и Донбасса. Все-таки в том году, если у нас были ухудшения отношений, но были какие-то договоренности по доставкам угля. Это в первую очередь заинтересовано в этом Украину, потому что ей выгодно покупать уголь по более дешевой цене, чтобы близко было. И это выгодно Донбассу, потому что не нужно никуда экспортировать, отправлять, и тем самым она может получить дополнительный бюджет. Но я думаю, в любом случае, правительство Порошенко и Гроссмена сделают все возможное, чтобы все-таки какие-то договоренности в ближайшее время произойдут. И доставка угля восстановится в Украину. Но все-таки организация есть, которая делает все возможное, чтобы этого не произошло. Как вы считаете, удастся ли Украине вступить в Евросоюз? В последнее время было много информации по поводу этого, то вступают, то нет. Сейчас можно наблять такую тенденцию, да, после того, как Дональд Тамп пришел к власти, все-таки при правительстве Обамы Америка была главным игроком на Западе, в том числе Евросоюзе. И она диктовала им политику. Сейчас Евросоюз не знает, что можно ожидать от Дональда Трампа. Ближайшие договоренности будут у Дональда Трампа, если я не ошибаюсь, в этом первом полугодии будет встреча. Ну, в общем, будет экономическая встреча, да, он планирует, а, 20-ка будет, он планирует посетить 20-ку, и поэтому у него уже произойдет встреча. Ну, пока состоялись телефонные звонки. Ну, была встреча у него с премьер-министром Великобритании, это Тереза Мэй, но мы видим то, что Великобритания вышла из ЕС, и поэтому сейчас в ближайшее время намечаются выборы во Евросоюзе, в том числе и во Франции. Мы видим то, что кто такие основные кандидаты, да, Мария Лепен. Она является лидером партии Национальный фронт, у ней право, она ультраправо взглядов, то есть это плохо для Евросоюза, она более сторонник Российской Федерации. Картина меняется. Да, да, многие об этом говорят, что в ближайшее время можно будет ожидать, в том числе и развал Евросоюза, но я думаю, в ближайшее время это в течение 10 дней, ни год, ни два, и лидер нашей партии об этом много говорил. Так что Украине дали понять то, что ее в ЕС никто не ждет, а чтобы ей попасть как ТВС, ей нужно в ЕС, ей нужно нормализовать отношения в первую очередь с Россией и с Донбассом. А Евросоюзу не нужны страны, которые конфликтуют, где есть конфликты. В целом мы видим, да, то, что можем посудить по Германии, после того, как там был наплыв беженцев, люди в Евросоюзе не глупы, они видят, какое отношение к беженцам, и как себя ведут беженцы, там, по отношению к немкам, да, какие-то все время драки, стычки. Ну, такой некий итог. Ну, я думаю, и в Украину ни в веру в Союзе не ждут, и ни в НАТО не ждут. В том числе мы видим, да, то, что в Молдове новый президент, и он дал понять то, что он будет держать российский курс. И поэтому в любом случае, я думаю, Порошенко когда-либо поймет то, что у него никакой перспективы нет, и он сделает все в том, чтобы нормализовать отношения с Россией и с Федерацией. Ну, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо. Это была программа «Молдия». Всего доброго. До свидания.